Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Мы переходим к разделу начинающегося с буквы нун. Это 105-112 стихи. Выражение «Слово твое, светильник на геме моей», 105 стих, довольно часто цитируется в различных богословских сочинениях. Указание на свет поразумевает, что у автора псалма было несколько вариантов выбора жизненного пути, включая темный. Псалмопевец сильно угнетен, у него не хватает жизненных сил, душа моя непрестанно в руке твоей. Другими словами, он постоянно подвергается опасности. Нечестивые поставили для него сеть, его преследует тьма, но есть свет Слова Божия, который указывает на верную дорогу. Поэтому псалмопевец дает торжественное обязательство «Хранить праведные суды Божии», 106 стих, признавая при этом, что он нуждается в постоянном наставлении от Бога. Апостол Павел полагал свою жизнь ради познания Христа и силы его воскресения, однако при этом не считал себя достигшим цели или усовершившимся. Он говорил «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия», но не считал себя уже достигшим. Послание к филиппийцам. Из всего можно сделать вывод, что вне зависимости от глубины веры и степени воцерковленности человека, ему всегда есть чему поучиться от Бога и других людей. Откровение Божие – это нечто большее, чем источник знаний. Оно его псалмопевца «наследство», 111 стих, нетленный удел, возвышающий его над землей. Слово «наследство» по пятикнижию по преимуществу используется как юридический термин, связанный с разделением земли ханаанской между коленами народа израильского. Эта земля передавалась по наследству от отцов к детям. В афоризмах из книги «Притч» слово «наследство» чаще используется в переносном смысле. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчиваются знанием». Отсюда можно сделать вывод, что автор 118-го псалма размышляет как учитель мудрости. Откровение Божие для него не только наследство, но и веселье сердца, радость, которая побуждает приносить Богу добровольную жертву уст. Жертва уст, скорее всего, здесь относится к молитве. Преследование со стороны врагов и обещание верности выглядит в данной части псалма как нечто непрерывное, длящееся всю жизнь. Враги расставляют западни, что сильно угнетает псалмопевца, его душа непрестанно находится в напряжении, но он полон решимости до конца своих дней идти выбранным путем. Он поклялся хранить праведные суды Божии, принял его откровения как наследие навсегда, преклонил сердце к исполнению уставов Господа навек до конца. 111-112 стихи. Такие молитвы являются выражением пожизненного обязательства. Как и в 33 стихе данного псалма выражение навек и до конца лучше понимать, как до конца моих дней. Итак, поскольку в пятикнижии под наследством по преимуществу понимается земная реальность, земля, а в книгах мудрости этим уделом или наследством по преимуществу, или достаточно часто мы бы сказали бы, называется нечто метафорическое, знание, мудрость, то отсюда в отношении датировки псалма мы понимаем, что все сдвигается ближе к литературе мудрости. Потому что псалмопевец, он слишком часто использует терминологию закона Моисеева в переносном смысле. Как, например, странник по земле. Ну как это так? Ты еврей, живешь в земле израильской, в Иудее, может быть, в самом Иерусалиме. Но почему ты называешь себя странником? А он называет себя странником метафорически. То есть я странствую по жизни. Удел. Но под уделом понимается конкретно участок земли, который передается потом из поколения из рода в род своим детям. Но здесь под уделом понимается некое духовное наследство. Итак, отсюда мы понимаем, что автор 118 псалма он пишет уже в другой парадигме. Он мыслит по-философски. Он мыслит как человек уже другой эпохи. Не эпохи войн с ханаанскими племенами, а эпохи переосмысления своих прошлых, минувших трагедий и повторного исхода из плена порабощения.